приветствую зрители моего канала сегодня я предлагаю обсудить тему ошибок в уходе за кожей мы с вами довольно часто обсуждаем как надо давайте сегодня поговорим о том как не надо я думаю что ну практически каждый из нас делает ошибки в уходе за кожей это нормально во первых мы учимся на протяжении всей нашей жизни это мне кажется здорово а во вторых мы же с вами не профессионалы да не врачи косметологи знаете как бывает вроде бы ухаживаешь за собой и много времени на это тратишь и средства на это тратишь но вот что-то не то эффект не тот который ты ожидаешь вполне возможно вы совершаете какие-то ошибки которые просто перечеркивают все ваши усилия как понимаете я не собираюсь вас чему-то учить никогда это не делала и просто хочу поделиться с вами рассказать вам просто как подругам давайте поболтаем наверное я начну с первой своей ошибки такой прям которая реально нанесла не то что прям непоправимый урон нет но я ощутила на себе вот от этой ошибки проблемы с кожей а во первых когда только корейская косметика пришла в нашу жизнь не побоюсь этого слова и стало много я стала проявлять ней интерес и я стала использовать гидрофильное масло я почему-то была уверена что его нужно просто смыть водой это же очищающее средство и когда через какое-то время у меня просто дико забились поры и меня даже где-то есть видео давно давно я его снимал и говорил о том что гидрофильное масло это вообще не мое средство на мне оно абсолютно не работает но как понимаете проблема была совершенно в другом конечно же гидрофильное масло это очищение двухступенчатое то есть сначала вы наносите гидрофильное масло на кожу и с помощью него очищаете стойкий макияж до особенно если вы используете биби креме кремы сиси кремы то вообще любые устойчивые продукты то гидрофильное масло вообще незаменимо но после этого его конечно же нужно смыть и причем не водой а средством которые образуют пену в принципе можно взять любое средство которое образует пену не обязательно это будет сразу пенка да может быть все что угодно бывает гель если вы хорошо взбить тоже образует пену нас интересует вот именно эти пузырьки которые попадают глубоко в поры и очищает хорошо гидрофильное масло все загрязнения вообще хорошо гидрофильное масло с лица смывает когда я смывала гидрофильное масло только водой на моем лице был просто ад у меня очень сильно были запиты пор у меня постоянно появлялись какие-то воспаления хотя их уже сто лет не водилось на моем лице и я грешу на то что гидрофильное масло просто не мой продукт он мне не подходит а на самом деле все было гораздо проще следующая ошибка которую я совершала я не увлажняла свою жирную кожу в молодости у меня кожа была жирная и только наверное где-то ближе к 38 годам у меня кожа стала больше комбинированная и вот до сих пор вот эти участки у меня сейчас склонны к сухости а т-зона но она так и осталась жирная но уже вовсе не такая сильно жирная как раньше так вот я делала все для того чтобы победить этот жирный ненавистный мне блеск я ее пересушивала я использовала матирующие разные средства думаю как многие из вас в принципе кого даже на на сегодняшний день жирная кожа многие стараются любыми путями от этого жирного блеска избавиться но тогда я не понимала что увлажнение и жирность кожи это абсолютно противоположные понятия поэтому утверждение что жирная кожа не нуждается в увлажнении или питании так как она ну как бы натуральным образом дать питает сама себя он посмотрите сколько жирного блеска на лице да это утверждение конечно же в корне не верно потому что часто повышенная вот эта сальность кожи она говорит как раз о том что кожа обезвожена что наша кожа пытается восполнить вот это нехватку увлажнения восполнить повышенной выработкой кожного сала и просто сразу не зная этого вам даже в голову это не придет и хочется в эту жирную кожу постоянно матировать матировать и убирать этот блеск когда я поняла свою ошибку стала больше уделять внимание увлажнению ситуация в корне изменилась так что если у вас повышенная жирность кожи то обратите внимание хватает ли ей увлажнения хватает ли ей питания или возможно она изо всех сил пытается справиться с проблемой нехватки увлажнения в коже и вам просто нужно ей помочь следующая моя ошибка это то что я довольно долго использовала грубые скрабы для лица такая тяжелая артиллерия тоже уверенно многие из вас сейчас скажет ага я тоже мне казалось что чем больше я все это чем больше я буду растирать кожу да чем больше я буду снимать вот этот слой загрязнения мертвые клетки то лучше вот сейчас я усердно по работаю и моя кожа просто засияет но потом я стала понимать что-то не так и действительно когда мы используем грубые скрабы вот эти косточки вот вот именно часто я имею ввиду я и сейчас продолжаю использовать грубые такие скрабы но не чаще пару раз в месяц вот мне хочется сделать такую прям чистку хорошо все это зашлифовать но это редко происходит в свое время я чуть ли не через день использовала эти скрабы и когда кожу постоянно постоянно повреждаешь она начинает защищаться каким образом она уплотняется что ли утолщается и у вас все также остается этот неровный тон кожи да она какая-то грубая тяжелая и кажется но все же должно быть наоборот я ведь так стараюсь я ведь очищаю все эти мертвые клетки где же моя сияющая кожа помимо того что мы повреждаем нашу кожу получаем такие микро травмы микро повреждения которые мы конечно с вами в зеркало увидеть не сможем так вот помимо этого мы конечно просто безжалостно наш липидный слой вот эту нашу защитную плетку пленку просто уничтожаем а для девушек постарше это вообще просто можно сказать вариант убить свою кожу так что на сегодняшний день я скрабы все-таки использую но довольно редко пару раз в месяц когда мне хочется прямо так хорошо то зону почистить а в основном все таки это более мягкие средства для отшелушивания без отшелушивания в антивозрастном уходе ну просто вообще не вариант даже нет смысла делать еще какие-то процедуры наносить там крем и маски потому что все это вот прямо так и останется у вас лежать на поверхности поэтому сейчас есть более мягкие средства и пилинги какие-то мягкие и кислоты конечно те же много современных средств которые помогают отшелушивать но сильно кожу не травмирует следующая моя ошибка тоже связано со скрабом но здесь такая обратная ситуация речь пойдет про скрабы для тела я их не использовала и очень понимала для какой цели они нужны и первый искром для тела правда это было очень давно я купила когда решила что у меня появился целлюлит и мне нужно с этим что-то делать поэтому я использовал скраб потом использовала сверху креп для целлюлита хорошо помню что этот крем был флорисан абсолютно такой бюджетный крем и вот без скраба здесь точно никак не обойтись а потом я стала использовать скраб когда применяла автозагар тоже нужен скраб для того чтобы отшелушить поверхность да и автозагар накладывался бы ровно проявлялся в ровно и потом уже скраб для тела всегда был в моем уходе потому что это не только отшелушивание кожи хороший скраб для тела всегда содержит большое количество полезных ухаживающих компонентов смотря для какой цели этот собственно скраб для тела вам необходим сейчас я использую два натуральных просто потрясающих скраба для тела который мне прислали из интернет-магазина эпсом pro и они продают природную косметику для ухода за телом самый мой любимый скраб с кокосовым молочком составе английская природная соль масло виноградных косточек сухое кокосовое молочко и кокосовая стружка это просто какое-то блаженство настолько мягко отшелушивает кожу вы чувствуете масло вы чувствуете эту кокосовую стружку соль хорошо отшелушивает но не повреждает кожу ну и можете представить какой аромат и он и в ванной комнате и по всей квартире и от тела так что если скраб то только такой когда и отшелушивает и питает кожу и улучшает ее структуру и делает ее более молодой я вот просто полном восторге а еще у меня есть скраб антицеллюлитный кофейный и как понимаете тоже натуральный составе все та же английская соль натуральный молотый кофе масло апельсина и масло виноградных косточек вы можете сказать такой скраб можно сделать самостоятельно нет конечно можно и круто если у вас есть на это время желание туда я к примеру кофе не пью и кофе у нас не водится только растворимый это по праздникам обожаю делать массаж с этим скрабом настолько хороший тонус у кожи появляется конечно глубокий целлюлит вот этот вы никаким скрабом кремом не от него не избавитесь но поверхность кожи насколько же становится ровной насколько же вот улучшается кровообращение кожа выглядит просто прекрасно а еще девочки мне прислали микс для ванной и это был первый раз до последнее время когда я пожалела что у меня больше нет ванной что у нас сейчас душ и когда смотришь на эту красоту понимаешь что это не только красиво но это еще и полезно составе этого микса несколько видов соли английская соль гималайская розовая соль мелкого помола и крупного помола а также цветки лаванды и бутоны чайной розы конечно же принять ванну с таким миксом мы это просто райское наслаждение блаженство потому что это и польза для вашей кожи вообще вот эта процедура принять ванну с натуральной солью это конечно же и антистресс процедура расслабляется ваши мышцы вообще чувствуете полное расслабление и релакс ну и к тому же ароматерапия безусловно от этих бутонов розовых просто я вот просто уже представила насколько это приятно и меня это конечно порадовало а еще не мне прислали разнообразную соль для ванн и гималайская английская и крымской какой там только нет ванны у меня нет но зато я буду делать ванночки для ног потому что когда делаешь педикюр я пример всегда делаю ванночку а теперь это будет еще и полезная ванночка потому что соль морская очень полезно для организма очень полезно для кожи и под видео я вам конечно же оставлю ссылочку если интересно посмотрите еще одна ошибка которую я довольно долго надо сказать и надо признаться совершала я умывалась горячей водой как раз тут в тот момент когда кожа была у меня довольно жирная мне казалось что чем горячее вода тем лучше я ее очищу я смою все эти загрязнения жир или еще что-либо а потом уже только оказалось что вообще экстремальные температуры что холодно что горячая для нашей кожи очень очень вредны холодные температуры вызывают застойные явления горячая вода вызывает стойкое расширение сосудов к тому же ослабляется стенки сосудов и ваша кожа становится более дряблая до более она теряет тонус она становится и сушеная конечно же горячая вода очень сильно сушит кожу вообще ну красоты это точно не прибавляет а если у вас чувствительная кожа то там вообще можно получить проблемы по полной программе вплоть до не знаю сосудистых звездочек на лице поэтому с горячей водой я завязала причем довольно давно сейчас использую воду комнатной температуры и горячую воду использует только в одном случае когда я делаю контрастный такой массаж водой то есть горячей холодной горячей холодной но опять же это не та горячая скажем такая ну средняя что ли температура а еще горячая вода при регулярном умывании горячей водой она способна ослабить вот эти поверхностные наши мышцы лица то есть если это делать регулярно то со временем дряблость кожи то есть вот состояние кожи ухудшается и дряблость элась потеря эластичности но и соответственно дополнительные морщины нам с вами это абсолютно ни к чему следующая ошибка довольно банальная но что было то было я довольно долго отказывалась от использования тоникой и даже у меня также на канале где-то в начале моей блогерской карьеры есть видео где где меня спрашивали используете ли вы и тоник я говорила нет потому что это уже слишком на какой-то слоеный пирог и тоник вам то есть и очищение да потом тоник потом сыворотка крем это слишком много для моей кожи но со временем я поняла свою ошибку и сейчас ну практически всегда использую тоник потому что это не только заключительный этап очищения не только и не столько потому что тоник не только очищает тонизирует вашу кожу он во-первых восстанавливает ph баланс после умывания а это как понимаете с нашей водой очень важная штука а во-вторых тоник является неким таким проводником сыворотка крем глубже проникает в кожу отсюда эффективность этих средств естественно повышается но еще одна ошибка который я сейчас уже стараюсь не допускать и если допускаю то очень очень редко это извлекать из баночки крем вот так пальчиком единственное я могу так сделать с кремом для тела к примеру да или для рук таких как бы упаковок не немного и встречаю но тем не менее тут в принципе все но я думаю что не так страшно но вот крем для лица вот это делать тоже точно не стоит потому что на наших пальцах конечно же и грязь и микробы какие-то чего там только нет и когда мы в эту питательную среду крем до пальчик свой опускаем там со временем целый зоопарк заведется но как-то не хочется все это наносить на лице на лицо раньше я использовала специальные лопаточки которые иногда прилагаются к крему не прилагается вот но здесь ведь тоже сегодня так просто это нужно все это очищать все это нужно дезинфицировать просто кинуть лопаточку там куда-либо потом взять и снова наносить крем как понимаете тоже не вариант это те же микробы так что самый простой способ это конечно же использовать ватную палочку меня они стоят отдельно в закрытом контейнере поэтому я беру нанесла крем палочку выбросила и очень быстро и просто а еще также довольно долго у меня была просто дурацкая привычка прямо ошибка из ошибок я постоянно трогала свое лицо вот прямо не знаю до самого такого взрослого возраста у меня была такая дурацкой привычкой вот я постоянно что-то что-то тут вот я даже не знаю каким образом мне все-таки удалось себя от этого отучить но вот прямо хуже наверно быть ничего не может я вот самого детства помню как мне мама постоянно горит убери руки от лица убери руки от лица у меня прямо до нос потрогать все это все надо было пощупать все ли на месте вот ну как понимаете особенно если у вас кожа с проблемами до окна какие-то воспалительные процессы то может быть просто самый-самый худший исход на наших руках миллионы бактерии когда мы все это заносим понятное дело здесь жди чего угодно и дерматологические проблемы и аллергические там высыпание воспаление вообще все что хотите кстати так называемые черные точки до загрязнения забиты вот эти поры часто бывает тоже из-за того что постоянно трогаете лицо руками и добавляете туда все все этой грязи что ли конечно же вы потом можете все это очистить но это такой вот круг очищаем пачкаем очищаем пачкаем поэтому конечно же лучше этого не делать а еще знаете такой момент когда есть какие-то воспаления любят некоторые их вот трогать руками отковыривать того что с ними не делать и знаете к чему это в конце концов приведет если это не приведет какому-то глобальному еще большему воспалению то потом это может привести вот к этим рубцам которые остаются на лице нам это надо конечно же нет поэтому руки прочь от лица а вот интересно вы тоже делаете ошибки в своем уходе ну возможно делали их раньше или сейчас поняли что это ошибка и вы делали что-то неправильно очень интересно напишите пожалуйста в комментариях потому что ролик он же интересен не только информация до какой-то но и конечно же комментариями там всегда что-нибудь такое найдешь полезное для себя ну что я на этом с вами прощаюсь всего вам хорошего до следующей пятницы и и Субтитры подогнал «Симон»!